«Река не течет вспять» или «River of no return» – это культовый фильм, занимающий особое место в сердцах кинолюбителей. Вышедший на экраны в 1954 году, приключенческий вестерн-фильм покорил зрителей захватывающим сюжетом, декорациями и невероятной игрой актеров. В фильме продемонстрирована потрясающая операторская работа и выдающаяся работа режиссера. В главных ролях – Мэрилин Монро и Роберт Митчем. Фильм отправляет зрителей в дикое путешествие по коварной реке. Название фильма символизирует опасный и непредсказуемый характер путешествия. Режиссер фильма Отто Прэменджер и актриса Мэрилин Монро были вынуждены участвовать в фильме из-за контракта с кинокомпанией. Они оба выразили разочарование по поводу сценария, но в процессе съемки режиссер увидел в истории потенциал. Он также одобрил выбор актеров на главные роли. Съемки происходили в Канаде. На подготовку к съемкам ушло 12 недель, в течение которых Мэрилин Монро репетировала и записывала музыкальные номера. А на съемки на природе было выделено 45 дней. Непредсказуемые погодные условия порой препятствовали ходу съемок. Костюмы для Мэрилин разработал ее постоянный дизайнер Уильям Травилла, а три пары джинсов, которые Мэрилин носила в фильме, были из ее личной коллекции. Мэрилин Монро сама исполнила песни в фильме, а саундтрек River of No Return, исполненная Мэрилин, стала хитом и способствовала успеху фильма. Рассказывают, что актер Роберт Митчем недолюбливал Мэрилин Монро и изначально выразил свою недоверчивость по отношению к ее актерским способностям, но позже признал ее талант и профессионализм. На съемках повсюду Мэрилин Монро сопровождала ее педагог по актерскому мастерству. Это не нравилось режиссеру, так как педагог по актерскому мастерству давала актрисе противоположные указания и наставления. Не выдержав, Отто Преминджер настоял на том, чтобы учителя по актерскому мастерству не допускали на съемочную площадку. Но когда продюсер фильма выполнил это требование, Мэрилин Монро заявила, что не сможет сниматься, пока ее педагога не вернут. Поскольку актриса приносила большие деньги киностудии, ее просьбу пришлось выполнить. Возмущенный этим решением, режиссер направил свое недовольство на Мэрилин до конца съемок. Фильм был хорошо принят зрителями и стал одним из самых кассовых фильмов 1954 года. «Река не течет вспять» или «Рива в No Return» получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу на 27-й церемонии вручения премии «Оскар». Критики высоко оценили выступление Мэрилин Монро. Считается, что данная роль в исполнении Мэрилин продемонстрировала ее универсальность как актрисы и укрепила ее статус в Голливуде. Примерно через 10 лет после того, как фильм был снят, Мэрилин отметила, что она недовольна своим выступлением. Примерно через 10 лет после того, как фильм был снят,